Привет, друзья! Сегодня мы снова будем играть в Honor of Kings и потестим нового героя, которого я для себя совсем недавно открыл. Как же он называется и что он из себя представляет? Это герой с названием Олесио. Выглядит он, собственно, таким вот образом. Это у нас Стрелок и также у него преследование на расстоянии. Можем видеть сразу его характеристики, видим, что достаточно много у него урона и, собственно, вот так вот он выглядит. Есть разные облики, но так как я еще никакие не покупал, будем играть с стандартным. А вот, например, есть Эпический, при том, что в целом у нас пока нету вот этих донатной валюты, хотя потом, если герой прям понравится, можно будет купить. Ну что же, давайте стартанем и ищем матч. Я один, соответственно, играю, а не в пати. Чтобы играть в пати, добавляйте меня в друзья. Вот мой никнейм Манго с двумя М. Ссылка на игру будет в описании и, соответственно, как скачаете, сразу же меня добавляйте. Я всех абсолютно принимаю. Время ожидания здесь совсем небольшое, вот 20 секунд. На самом деле это большой плюс, потому что в доте иногда ищешь игру там по 5 минут, по 6, если в позднее время. Здесь же существенно быстрее. А вот, собственно, и все. 30 секунд прошло. Подтверждаем. Надеюсь, нам закинуло нормальных тиммейтов. Руинить не будут и прям хорошо сыграем. Правда, еще не факт, что мы сможем забрать героя. Так, а вот и он. Давайте сразу его возьмем. Выберем линию золота. Так, и давайте чуму-прокачку возьмем. Смотрите, можем выбрать либо это у меня стандартное выбранное, либо вот какого-то игрока. Я даже не знаю. Наверное, возьмем все-таки базовую, чтобы не рисковать, потому что я буду играть первый раз на этом герое. И сейчас с вами будем разбираться. Ну, как выглядит этот облик? Судный механизм называется. Сейчас посмотрим. Ну, мне как будто бы даже стандарты больше заходят. Хотя. Так, если сравнить. Да, вот в таком стиле с этой пушкой мне нравится реально больше. Видим, насколько здесь проработанная вообще графика. А вот этот плащ. Тоже развивается очень симпатично. А у нас тем временем сделаны пики, и мы загружаемся. Что у нас вообще по героям? Не успел посмотреть. Ладно. Побежали. Мы с вами идем на нижнюю линию. Так. Качаем сначала усиление. И, как я и говорил, я пока не знаю, как работают способности. Сейчас будем с вами разбираться сразу. И мы стоим на линии одни. Здесь линия золота. Будем достаточно много фармить. Ну и плюс, так как мы одни, нам никто не помешает. Так, усиление. Ага, видимо. То есть у нас становятся тычки, они прям взрываются. Ну и существенно больше дамажат. Здесь неожиданно оказывается два героя. Хорошо, что у меня есть скачок. Этот герой мне немного пуджа напоминает. Посмотрим, есть ли у него фук. Ой, наверное, он еще и под вышку решил прыгнуть. А может еще об этом пожалеет? Ой-ой-ой, посмотрите, как мало хп. Нажимаем восстановление. У нас сразу есть хилка. Давайте вот это еще подберем. Хорошо. И к нам пришли на помощь. Здесь он взлет. Ага, то есть я прыгаю. А вот и кажется наш первый килл. Нет, не получилось. Он все-таки, как и мы в тот раз, сумел уйти. Так, давайте заберем здесь эту птицу. Она нам даст вижен. Хорошо. Ну и плюс. И дополнительные ресурсы получаем. Вот это усиление можно по кд прожимать, просто чтобы быстрее фармить. Лишним не будет. Так, а вот и видим там врагов. Лоу хпшных. Шел к нам. И сразу прожимаем взлет. И уже на дистанции с усиления забираем. Правда, не мы забрали, мы получили ассист. А вот этого, может быть, добьем. Хорошо. Есть наш первый килл. Замечательно. У нас уже третий уровень и практически четвертый. Все. Четвертый есть. Качаем наш ультимейт. И давайте смотреть, как же будет работать именно ульт у этого героя. Подождем, пока подойдет вражеский герой, чтобы можно было на нем затестить, не просто в крипов ультить. Так. Ага, то есть он выбирает цель и сразу вносит в него кучу выстрелов. Я тут прыгнул под тауэр. Блин, мне кажется, заберу сейчас. Да. Хотя у меня взлет был через 2 секунды. Ну, ладно. Разменялись. То есть я килл сделал, но и меня забрали. Наверное, все-таки не стоило прыгать. Лучше бы мы выжили. Да, без килла остались, но в любом случае мы бы тогда не погибли. И так было бы получше. Так, побежали. Возвращаемся снова на линию. Вот, скажем, взлетим. Чтобы быстрее. Ну, это скорее такой просто прыжок. Не то, что взлет. В дополнение со скачком, со способностью еще мы можем прям большое расстояние преодолевать. Так, а вот и этот герой ображал ультимейт на него. И забираем его. Хорошо. Правда, опять не нам килл достался. Такими темпами мы скоро заберем Тауэр. Только никого нету. Ну, там вот этот лучник стоит. Типа дефает, но Тауэр потихоньку падает. Сейчас мы еще скинемся по тычке. Они тоже пришли. Скачок. Восстановление. Мы довольно тонкие, что я заметил. То есть нам нужно аккуратно играть. Вот сейчас тоже важно не подставиться. Взлет. Ой-ой-ой. Мало хп. Хорошо, так он хилку изнул. Я даже не знаю, нужно ли идти на базу. Ладно, вот здесь хилка появилась. Это удобно, что они прямо около вышки появляются и сразу пол хп восстанавливают. Сам геймплей этого героя мне нравится. Я вот рассмотрю для своих сигнатурок на ком лучше играть, апать рейтинг и так далее. Так, а работает ли усиление на Тауэр? Да, работает. На самом деле не особо вот этот взлет как-то работает. Ну, мы типа совсем чуть-чуть прыгаем. То есть оно вот сейчас даже не знаю, но типа мы просто подлетаем. Уйти от кого-то небольшая вероятность благодаря этому взлету сильно на него не стоит рассчитывать. Возможно мы когда взлетаем мы неуязвимы для врагов. Может быть из-за того, что мы находимся на высоте. Но вроде как я когда взлетаю хп мне все равно тратится. А значит они меня атакуют. Поэтому тоже не вариант что оно сейвит нас на высоте. А через хайграунд мы можем пролететь? Давайте потестим. Да. Ну теперь понятно. В общем это в первую очередь для того, чтобы мы могли перепрыгивать через хайграунды и тем самым себя сейвить. Потому что через хг мало кто может пройти. А этот герой может. Это большой плюс. видим тут кто-то фармит. Вот сейчас например мы перелетели хайграунд. Нажимаем мульт. Хорошо забрали. А меня застанели. Испробуем это изобретение. Уходим. Но здесь еще враги. И я бы далеко не уходил. Вот сейчас через хг ломаем. Так тут арену активировали. Нормально забрали. Сами никого мы не потеряли. Ну пойдем крипов немного продавим. С ними пройдем. И заберем Т2 У них только Т2 и остались. Но на всех линиях. Сверху в меду снизу. Поэтому сейчас надо по всем пройтись лайном. У нас уже достаточно много урона. Мы уже неплохо собрались по сборке которую мы изначально выбрали. Так вспоминаем что усиление работает на товар. И тем самым мы пушим быстрее. Есть побежали. А вот я нашел здесь врага. Кстати какой он плотный. Но это танк. Это танк. Его очень сложно пробить. Еще один герой. И он тоже жирный. Но он здесь один остался в окружении наших тиммейтов. Поэтому можно вот я сейчас ульт дал. Ульт танка пробил неплохо. Но у него осталось микро хп добили. А то было бы очень жалко что он нашел. Сколько мы сделали? Минус три. Отлично. Но раз минус три сделали то я думаю можно и т3 сломать. У нас здесь как раз есть крип. За тысячу покупаем кстати шмотка на рапиру похоже. Думаю она тоже дает много урона. Хорошо. Все. О. Изя кил. Отлично. Перейдем в мид. Ой сразу прям под тавер прыгнул. Это было зря. Но крипы здесь рядом поэтому будем ломать дальше. Вот мы чисто соло с этим крипом за несколько секунд сломали вышку. Урона потому что у нас сейчас более чем достаточно. Даже не знаю зачем я сейчас летел. Это было не нужно. ладно просто с высоты прикольнее атаковать. А вот сейчас опасный момент был нас чуть не забрали хорошо что здесь хиллер кажется мы сейчас можем отлететь взлет усиление него восьмой уровень у нас одиннадцатый но все равно он плотный но зато он урона не так много вносит просто жирный и что мы доломаем ли здесь т3 или можно вниз перейти ладно давайте зайдем через нижнюю сторону и уже потом когда сломаем т3 снизу заодно добьем эту лоу хп вышку кстати пробуем лесного крипа забрать тоже очень быстро он еще мы хилимся теперь у нас есть вампиризм побежали с усилением крипы вот за 3 выстрела все сносятся так наших тоже там забирают сможем ли мы соло снести вышку ладно мы здесь уже не соло здесь враг я в него ультанул но и тем самым я его отогнал он ушел а вышку мы забрали хорошо главная суть была не его забрать пропушить с этим мы успешно справились и под этими крипами заходим на т3 пока никого нету и сейчас это предпоследняя вышка так отходим отходим у меня еще и ульты нету я бы не хотел сейчас с ними драться или может быть попробовать немного я на крипов переагрился сейчас будет ульт мало хп через хайграунд перепрыгиваем надо еще скачок узнать восстановление ой кажется меня сейчас добьют вампиризм не хватило вампиризма меня зажали вдвоем вышку мы половину снесли и в центре ну ровно столько же хп кстати осталось у этих двух товаров ладно сейчас мы лестимся я думаю мы уже их донесем потому что совсем ничего у них не остается при том что у нас товара везде стоят ну мы прям задавили их конкретно 7 секунд из-за того что у нас уровень высокий мы и в таверне долго сидим все побежали по центру максимально здесь 15 появился теневой авангард это выходит крип и помогает нам пушить потому что мы забрали босса на карте сделали минус 4 все последний герой остался мы даже отступайте я думаю что ну логично надо крипов крипов подождать либо не крипов а например этих дракончиков которые тоже отлично справляются с тем чтобы пушить минус так а вот и враг последний который остался хорошо нижнюю вышку или не нужно да можно ломать уже сам кристалл хорошо ну что ж герой тоже на самом деле такой удачный и прям видно что хорошо подходит для новичков поэтому берите его на заметку если вы только недавно начинаете играть в Honor of Kings напомню что называется он Олеся он так и что у нас серебряная медаль но серебряная не такая уж и хорошая а кто у нас мвп не я а вот чел со счетом 1.0.16 ну кстати у нас счет как будто бы даже получше 8.25 ладно получим пятый уровень давайте пока отклоним приглашение так ну что собственно мы добавили нового героя в наш пул в мой пул давайте здесь я уже все забрал это просто приглашение и напомню что ник у меня манга с двумя м поэтому обязательно если скачиваете игру по ссылке снизу то не забывайте меня добавлять я всех принимаю и соответственно будем играть вместе спасибо большое за просмотр это был Honor of Kings желаю удачи всем пока не забывайте